Открывая встречу, первый заместитель председателя районного филиала партии ОМОН от Ормазар Тулемисов остановился на основных аспектах послания главы государства и отметил некоторые из них. Продвижение нужд народа, улучшение благосостояния людей, государственной политики, новшеств, множество планов в новом послании главы государства. Всего пять направлений. Первое направление – новая экономическая политика. Для себя я отметил тарифную политику. К примеру, мы все переживаем за повышение тарифов на коммунальные услуги, а глава государства предлагает перейти на тарифные инвестиции. Для данной системы есть свои рычаги реагирования. По словам президента, это выгодно для народа. Новая экономическая политика. Здесь он отмечает возможность оставлять неосвоенные средства на следующий год. Ведь в большинстве случаев бывает так, что решение какой-то задачи приостанавливается по независимым от нас причинам. И зачастую бывает так, что выделенные из бюджета средства, вовремя неосвоенные, приходится возвращать. И, например, у акимов появляется возможность выполнить свои обещания перед народом. «Еще одно направление, которое я хочу отметить – расформировать и создать заново транзитную логическую корпорацию «Казахстан-Тиморжоле», улучшить состояние поездов, систему наличия железнодорожных билетов на поезда для студентов особенно», – предложил глава государства. Орумбасар Тулегенович сказал, что это послание, по его мнению, является особенно важным для простого народа. Много реформ, так необходимых для граждан. Секретарь района Умаслихата Кайрат Ермекбаев говорил о снижении пенсионного возраста для женщин, повышении минимальной заработной платы, о новшествах, изменениях и дополнениях в налоговый кодекс и регистрации автотранспортных средств. Заместитель Акима Бурлинского района Мухтар Нурмаков сказал, что все Акимы и руководители исполнительных органов слушали послание президента и неукоснительно будут следовать данным поручениям. В своем выступлении он отметил следующие аспекты. Открытие счетов для дни совершеннолетних детей и пополнение их до достижения 18 лет и средств национального фонда – это показатель развития нашего государства. Мы сами, к примеру, поступали в вузы и входили во взрослую жизнь без чьей-либо помощи и финансовой поддержки. Было трудно. Нашим детям, пусть много или мало, но будет финансовая помощь. Это все означает, что мы не стоим на месте, а развиваемся. У каждого из нас должен быть принцип – не что для меня сделает государство, а что я могу сделать для своего государства, для своего народа. Если мы будем двигаться в этом направлении, будем развиваться. И главное – спокойствие в нашей стране. Если не будет спокойствия, не будет и развития. В целом, обсудив за круглым столом послание главы государства, присутствующие отметили ряд положительных изменений. Также всем, кто принял участие в заседании, было поручено на местах, в трудовых коллективах донести до граждан все аспекты и направления нового послания. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, Телестудия, Карачаганак.